Добрый вечер, уважаемые трейдеры. С вами я Мария Кухта. Сегодня у нас четверка, 25 января и предлагаю вашему вниманию свежий обзор рынков, ребят. По моей стратегии защитный трейдинг мы сегодня с вами просмотрим рынок Форекс, посмотрим также золото, нефть марки Brand. Интересные ситуации у нас сформировались и по Форексу, и по другим инструментам, поэтому обращайте внимание, есть торговые идеи актуальные, видео буду озвучивать. Давайте начинать с валютного рынка и индекс доллара. По дикси у нас хорошая комбинация, которая подтверждает дальнейший рост по индексу доллара. Замечательный лонговый паттерн уже второй за последний торговый месяц, то есть у нас первый лонговый паттерн против тренда сформировался еще ранее. По этой формации еще ранее он советовал покупать с дикси, мы уже на самом деле себя неплохо локально отработали и сейчас только подтверждаем дальнейший рост. Второй паттерн по индексу доллара, который также показывает возможность работать на покупку, выше откатного уровня поддержки 103.15. И это ценовая зона, на которую я обращала ваше внимание еще в прошлом видео. Ребят, в прошлом публичном видеообзоре я говорила о том, что по индексу доллары лонги выше данного уровня. Видео есть в открытом доступе на моем YouTube-канале Marie KuchtoTrader, если еще не смотрели, посмотрите. Но на самом деле на тот момент мы чуть зажимались вниз, об этом я говорила, что нужна реакция на эту ценовую зону и только тогда работать на покупку. На самом деле эта реакция уже произошла, у нас замечательное подтверждение покупок сформировалось, и сейчас текущий паттерн говорит о том, что дальше можно работать в лонг по индексу доллара. От поддержки 103.15 покупаем индекс доллара либо с текущих, либо от локальной еще небольшой коррекции в рамках сегодняшнего движения. С перспективой на пробитие максимума текущей торговой недели и выше. То есть 103.8 это ценовая отметка максимум текущей недели, пробиваем ее, дальше растем до следующего технического уровня сопротивления 104.2. А дальше нужно сопровождать торговую позицию, то есть будет дальше подтверждаться лонговый картин, дальше будем продолжать покупать индекс доллара. Сейчас актуальная торговая идея для вас, покупка дикси от откатного уровня поддержки. А евро давайте посмотрим, ребят, по евро-доллару отличное снижение у нас уже происходит. Я еще на прошлом видео советовала вам обратить внимание на откатный конституционный уровень сопротивления по евро в районе 1.09 с копейками. Мы удержали данную ценовую отметку. Замечательная реакция на эту ценовую зону у нас произошла вчера. То есть в моменте мы в очередной раз оттестировали сопротивление, закрыли хорошо день и сегодня уже, смотрите, локально отрабатываем продажи. В закрытом канале Вип Мария Кухта я сегодня по евро-доллару сделала пост о том, что продолжаем удерживать шорты, продолжаем удерживать продажи, потому что евро у нас дальше смотрится вниз. Видите, что по факту, по факту, если есть хорошая формация, если есть хороший паттерн, он подтверждает защитные движения и, в принципе, у нас это сейчас присутствует по евро и уже отработка локальная есть. То есть паттерн конституционный, который подтвердил предыдущую шортовую защиту и импульс вниз от 16 января. Это и есть наличие графической информации, которая указывает на возможность заработать в шорт по евро-доллару. Дальше по евро шорты, либо с текущих, либо будем еще добирать позицию в рамках сегодняшнего движения. Поэтому перспектива нисходящая по евро-доллару у нас сохраняется. Какая цель для роста ближайшая техническая? Это 1.0760, а дальше нужно смотреть по факту. Но в любом случае я всегда использую сопровождение, то есть сопровождение каждой позиции, сопровождение каждого торгового сигнала. Для чего? Для того, чтобы понимать, сохраняется ли у нас та или иная ситуация, та или иная картина, или же происходит отмена сценария. Но сейчас по евро шорты актуальны, шорты продолжаются, поэтому продолжаем удерживать. Если шортили ранее по моим торговым рекомендациям, если нет, ищите точки входа на продажу, потому что евро у нас смотрится дальше вниз. Доллар-франк. Похоже, по доллар-франку у нас закончилась коррекция, коррекция, которая произошла вчера. Коррекционное снижение в рамках предыдущего роста, значит, хороший такой контр-трендовый рост у нас показал доллар-франк за последние три торговых недели, и вчерашний день, и это, похоже, коррекционная дневочка, которая будет перекрыта сегодняшним днем. То есть по факту, если мы сегодня закрываемся так, как торгуемся примерно сейчас, это будет перекрытием вчерашнего коррекционного падения и дальше покупки по доллар-франку. Выше откатного уровня поддержки 0.8620, рассматриваю лонги с целью на обновление максимума в текущей торговой неделе и выше. В сторону локальной восходящей тенденции дальше смотрится у нас доллар-франк. Либо с текущих будем уходить наверх, либо от коррекции от локального отката в рамках сегодняшнего роста. Новозландский доллар. По USD у нас актуальны шорты, шорты подтверждаются. Второй шортовый паттерн, который у нас показывает новозландец за последний торговый месяц. Первый шортовый паттерн дал замечательную отработку. Я публично усветла шортить NZDUSD на этом паттерне. И сейчас, смотрите, у нас сформировалась вторая шортовая комбинация, вторая шортовая ситуация по NZDUSD, которая дает возможность открывать продажи. Поэтому новозландский доллар у нас показывает откатный уровень сопротивления 0,6130, консоляционный уровень, от которого работаем в шорт. Можно с текущих открывать шорты, а возможно еще будем тестить, и эту ценовую зону увидим по факту. В любом случае шортовый паттерн есть, защитные движения шортовые есть, подтверждения присутствуют, и шорты продолжаются. Дальше шортиминс ДUSD с целью на пробитие минимума в текущей торговой неделе и ниже. Дальше давайте фунт, фунт-доллары, ребят. Что по фунту? Фунт-доллар я довольно подробно проанализировала в прошлом видео по своей стратегии защитный трейдинг. По фунту у нас здесь присутствует крупный контртрендовый шортовый паттерн, который сейчас подтверждается. То есть на текущий момент у нас фунт подтверждает дальнейшую нисходящую перспективу. Открывайте шорты, торговая идея по фунту, работаем в шорт, ниже откатного уровня сопротивления 1,27,30. Это коррекционная зона сопротивления, коррекционный максимум, на который у нас произошла реакция несколько торговых дней по фунту в рамках предыдущего защитного движения. Это импульсное снижение от 15 и 16 января. Локальный шортовый паттерн есть, крупный шортовый паттерн есть. Посмотрите прошлое видео, я там довольно подробно анализировала ситуацию по фунт-доллару, рассказала, почему вижу дальше снижение, почему можно пробовать шортить фунт-доллар с такой хорошей перспективой. Почему? Потому что если у нас произойдет пробитие поддержки в рене 1,26,15, то откроются дальше контртрендовые, но тем не менее довольно хороший шанс для снижения в силу хорошего накопления позиций, в силу наличия крупного торгового паттерна. То есть у нас по фунту есть и локальная формация, и крупная шортовая формация, которая подтверждает шорты по этому фунту. Шортим с текущих ниже сопротивления откатного 1,27,30 с целью на достижение поддержки 1,26,15, 1,26,20 и ниже. Австралийцы еще давайте посмотрим из валютного рынка. По австралийскому доллару у нас есть формирование второго шортового паттерна точно так же, как и по НСД и ЮСД. Вторая шортовая формация, которая у нас присутствует за последний торговый месяц. Первый шортовый паттерн – отличная отработка. Здесь я вам публично светло шортить австралиец, отработка есть. Второй шортовый паттерн, который сформировал конституционный откатный уровень сопротивления 0,26, и от которого я рекомендую работать вам на снижение шортим австралиец, либо с текущих, либо будем еще тестировать 0,66 ценовую отметку, но тем не менее хорошая ситуация, которая дает возможность открывать продажи. Австралия из шорты с целью на пробитие минимумов, которые у нас образовались на прошлой торговой неделе и ниже. Так, ребят, теперь давайте посмотрим еще золото и нефть по золоту. По золоту в закрытом канале продолжают держать шорты. Открывали продажи еще во вторник, 23 января. Давайте покажу, значит, золото. Так, это по фунту, значит, и по золоту торговый сигнал на продажу от 23 января. То есть у нас здесь был хороший шортовый паттерн, коррекционный паттерн, который подтвержден, и от которого я посвятила шортить золото в закрытом канале. Сейчас что у нас? У нас есть локальная отработка, золото локально снижается, но, тем не менее, дальше продолжает смотреться в шорт, поэтому золото дальше шорты. А ниже откатного уровня сопротивления 20-30, либо секущих, либо еще от локальной коррекции. Возможно, еще будем как-то добирать торговую позицию в рамках вчерашнего движения. Ну, по факту видим, что сегодня уже в моменте чуть-чуть пробовали добрать позицию, сформировали откатный внутренний день, максимум которого в районе 20-25 показали. 20-25 – это тоже локальный откатный, от которого можно рассматривать шорты. И цель для снижения – это поддержка. 20-06, дальше 2 тысячи, психологический уровень поддержки и ниже. По факту золото неплохо смотрится в шорт в сторону локального давления, которое сформировано у нас за последний торговый месяц. Дальше буду сопровождать торговые позиции в закрытом канале и публично также на следующих видео буду озвучивать свое мнение по данному металлу. Так, ребят, значит, еще хочу сказать, что по золоту на прошлом обзоре анализировала ситуацию. На тот момент у нас еще не было хорошей графической информации для того, чтобы определить продажи. Но если ситуация меняется, то соответствующую информацию получают подписчики закрытого канала. Точно так, как вот сейчас, я посоветовала уже шартиз золота во вторник, когда у нас появляется новая информация. То есть есть информация на графике, тогда есть торговые сигналы в закрытом канале. Публично в видео я по мере того, как я записываю обзоры, тогда даю и торговые какие-то, торговые идеи, торговые сигналы. Но, значит, если вы желаете от меня получать больше торговых идей, все это, ребят, в закрытом канале. Так, и давайте еще нефть посмотрим. Нефть-бренд. Замечательно растет нефть, ребят, отличный импульс наверх, отличные покупки. Мой публичный прогноз по нефти, который вы от меня получили на моих двух последних видеообзорах. Есть все видео в открытом доступе на моем YouTube-канале Marie KuchtoTrader. Посмотрите два последних видео, в которых я советовала покупать нефть публично. Не постфактум. Первое видео, это пятница закрывается, 19 января. Я советую покупать нефть. Говорю, что есть у нас здесь хороший крупный лонговый паттерн. Подробно этот паттерн разобрала и проанализировала в понедельник, 22 января. На следующем видео мы нефть уже на тот момент чуть откупали. Я говорила, что паттерн сохраняется. Подробно разобрала по своей стратегии защитный трейдинг эту ситуацию. И торговую рекомендацию, торговые идеи от меня вы получили публично по нефти на покупку. Я говорила о том, что можно и лайт нефть покупать. То есть, кто торгует бренд, кто лайт. Но, в принципе, ситуация там идентичная. Графики очень похожи, поэтому лайт. Кто торговал, кто покупал, вы тоже сейчас в хорошем профите. Тоже и касается нефти бренд. Ребят, кто покупал, можете частично фиксироваться, потому что мы уже очень хорошо себя локально отрабатываем. В закрытом канале я продолжаю удерживать нефть. Я покупала еще ранее, а покупала еще 17 января. 76,8 ценовая отметка, где мы покупали нефть. Сейчас покажу торговые сигналы. И дальше я продолжаю сопровождать нефть бренда. Почему? Потому что нефть дальше смотрится наверх. Среднесрочная. Отличная перспектива, как и ранее прогнозировала. Это сегодня я уже сопровождала торговые позиции по нефти в закрытом канале. Значит, давайте посмотрим непосредственно торговый сигнал по нефти. Бранд я вам покажу. Сигнал на покупку и сопровождение торговой позиции. Это сигнал. 17 января покупаем нефть. И дальше сопровождение. Ребята, это сопровождение о том, что нужно удерживать покупки. Сопровождение о том, что стоп переводим без убыток по нефти. Дальше удерживаем покупку стоп без убытки. То есть свою позицию озвучила. И перспективы по нефти до отметки 81 и выше. В принципе, вам тоже публично советовала удерживать. Среднесрочная покупка по нефти. 81, 83, 84. Это ценовые уровни сопротивления, о которых говорила в видеообзорах. Это тоже сопровождение по нефти, ребят. И частичная фиксация 30% позиций в закрытом канале. Таким образом, сопровождая торговые идеи. Дальше удерживаем покупку. Это вчера написала о том, что дальше смотримся наверх по нефти, бренд. И вот сегодня уже мы продолжаем рост. Локально продолжаем свой рост. Тоже написала, что продолжаем удерживать покупки. И перспектива среднесрочная. Сами видите, как отрабатывается моя торговая идея по нефти. Как работает моя торговая стратегия защитный трейдинг. Публично озвучивала покупки. В закрытом канале давала торговые сигналы. Ввиду сопровождения торговых сигналов. Поэтому, ребят, все не по факту. Вы все можете видеть. Свою работу я показываю в видеообзорах. Свою работу показываю как публично. Свою работу показываю и в закрытом канале. То есть говорю, какие позиции у нас есть. Какие позиции удерживаю. По каким позициям убыток получили. И так дальше. То есть эти все моменты я рассказываю для того, чтобы вы понимали, как я работаю с рынком. Как я работаю с графиком. Как я понимаю рынок. И как работает моя торговая стратегия защитный трейдинг. Поэтому, если интересует моя торговая стратегия. Если вам импонирует мой подход к анализу графиков. Вы можете написать мне и записаться на курсы обучения. Я напомню, что я провожу обучение как индивидуальное, так и есть обучение в записях. На самом деле предлагаю три блока по обучению. По всем вопросам пишите в личку. Всю информацию предоставлю. Интересует торговый сигнал? Тоже пишите по поводу сигналов. Тоже информацию предоставлю. Мои контакты есть под видео. Ребят, кому интересно, обращайтесь. Не забывайте подписываться на мои ресурсы. Это ютуб-канал Мария Кухта Трейдер. И телеграм-канал открытый Мария Кухта Трейдер. А также в фейсбуке есть у меня страница Мария Кухта Капитал. И группа Мария Кухта Трейдер. Подписывайтесь, если еще не подписались. Ну что ж, ребят, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписываться на мои ресурсы. Жду от вас фидбэка. Благодарна за ваш предыдущий фидбэк. Жду от вас свежих комментариев, отзывов, реакций. И о прибыльной торговле всем. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok